По итогам 2016 года Брещино демонстрирует лучшие показатели демографии среди других регионов страны. Положительный естественный прирост населения по сравнению с 2015-м – 0,2%. В формировании показателя ключевую роль сыграли и сохранившийся высокий уровень рождаемости, и снижение общей смертности. Возможным это стало благодаря развитию областной медицины. Этот результат был бы невозможен без развития высокотехнологичных и оперативных вмешательств, и именно помощи при остром коронарном синдроме. Потому что везде, и в Брестской области, и в принципе, и в республике, и в мире на первое место причина смертности – это болезнь системы кровообращения. И ввиду того, что развиваются у нас именно вот эти лаборатории по ангиографии в Бресте, в Барановичах, сейчас в Пинске устанавливается, оборудование будет вводиться в эксплуатацию. Это нам позволило сократить смертность как от болезни системы кровообращения, так и от острых инфарктов миокарда. К слову, укрепление материально-технической базы медицинских учреждений в 2016 году было существенным. К примеру, в эксплуатацию введен инфекционный корпус областной больницы на 120 коек. Объект получился современным и многофункциональным. Важное преобразование произошло и в центре Тонус. В распоряжении учреждения появился спальный корпус. Это существенно улучшит и условия пребывания, и уровень оказания медицинской помощи. На новые площади переехал Брестский областной эндокринологический диспансер. Также в минувшем году была открыта поликлиника в Каменце. Большой объем работы запланирован и на 2017 год. Будет в инвест-программу входить окончание ремонта Пружанской неврологического отделения в городе Пружаны. Тоже там неврология на 40 коек. Отдельно это новое строящееся здание, которое будет медицинским оборудованием оснащено. И соответственно улучшатся и условия пребывания в других отделениях, ввиду того, что освободившиеся площади будут заняты другими отделениями Пружаны. Также в инвест-программу входит в Пинской городской больнице Пищеблок. В городе над Бугом в 2017 году некоторым учреждениям также будет уделено особое внимание. В их числе больница скорой медицинской помощи. Здесь начнется процесс масштабной реконструкции. Стартует преобразование с обновления приемного покоя и замены теплосетей. Второй объект – хоспис. Третий – подстанция скорой медицинской помощи в южной части областного центра. На 2017 год запланировано ее проектирование и начало строительства. Еще одним важным нововведением не только для Бреста, но и для всей области станет переход на систему электронных рецептов. Сейчас у нас идет пилотный проект. Это большие города Пинск, Барановичи, Брест. Кроме этого Ивацевичи, Лунинец, Ганцевичи. Постепенно за 2017 год мы все приведем к электронному рецепту. Уже по электронному рецепту Пинск очень хорошо работает, потому что у них раньше была база, это оптоволокно заложено. Но это большой объем работы. Для того, чтобы привезти, компьютеризировать каждое рабочее место, выдать эти карточки, нужно время. Но в течение 2017-2018 года мы полностью перейдем на электронный рецепт. Наверное, тогда уже пациент, придя к нам, не слукавит, что он принимает препараты и что мы ждем результата от назначенного лечения, а его нет, потому что он не покупает лекарства. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.